Виталий Волков Управление по делам ГООЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда Управления по делам ГООЧС привлекались для проведения работ. Акция «Дерево поколений». В наш детский сад ходит очень много семей, которые привели третьего-четвертого ребенка. А теперь подробнее об этих и других новостях. Поручение президента России Владимира Путина выполнил губернатор Алексей Островский. В праздничный день 25 сентября он вручил государственные награды выдающимся смолянам. В числе награжденных люди, которые много лет безупречно трудятся на благо Смоленщины и России. Это работники медицинских и образовательных учреждений, промышленных предприятий, активисты, общественных организаций. Среди награжденных Никита Казаченко. Молодому человеку вручили медаль за спасение погибавших. Никита два года назад в одиночку спас двух братьев и маленькую сестренку. Мальчик вынес их из горящего дома. В пожаре погибла мама ребят. Это событие повлияло на выбор будущей профессии Никиты. Всего государственные награды и поощрения вручили 14 смолянам. Еще два получили благодарственные письма губернатора Смоленской области и один – почетную грамоту региона. 25 сентября наша область отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как прошел митинг, посвященный этому дню, смотрите далее. 25 сентября для каждого, кто родился и вырос на Смоленщине, это особый светлый праздник. В 43-м году залпы артиллерийских орудий салютовали об освобождении Смоленска. Этот день до сих пор отмечают всей Смоленской областью. В Десногорске торжественный митинг прошел на Кургане Славы. Брадничную колонну принимают ветераны Великой Отечественной войны. На Кургане Славы собрались неравнодушные к своей истории горожане – школьники, ветераны, сотрудники администрации и городских организаций. Приветственное слово всем присутствующим высказали почетные гости. Я рад, что сегодня все мы нашли время и пришли сюда, на наш мемориальный комплекс, чтобы поздравить друг друга с праздником и почтить память тех, кто 76 лет назад, не пожалев своей жизни, сделал все, чтобы наша родная земля осталась свободной. Смоленщина вписала в книгу мировой истории немало свершений и побед. Но одна из самых скорбных и трагических страниц этой книги – это Великая Отечественная война. Смоленская земля вместе со своим народом с достоинством и честью пронесли все тяготы, которые были возложены на их плечи в годы войны. Традиционным местом для торжественного митинга стал Курган Славы. Усилиями концерна Росэнергоатом, Смоленской АЭС и администрации города привычный мемориал предстал перед жителями в новом виде. Здесь готовятся к завершению масштабной ремонтной работы. Мы с вами находимся на святом месте. Я уверен, вместе с вами мы все сделаем. И музей под открытым небом, и мемориал «Звезда» достойно. Желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, счастья, добра, мирного неба. После минуты молчания в едином порыве жители возложили цветы к могилам павших воинов. 25 сентября навсегда останется особой датой в календаре для каждого жителя Смоленщины. Датой, когда в душе не только скорбь, но и гордость за своих предков и за свою страну. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Солнце не выжит, и ливень не смоет память о подвигах. В областном центре появился новый памятник у главного входа в железнодорожный вокзал. Он посвящен воинам 1, 6 и 26 железнодорожный бригад. Они проявили мужество и героизм, восстанавливая ключевые транспортные узлы Смоленщины в годы Великой Отечественной войны. Памятник выполнен в форме силуэта локомотива. В 2019 году в честь воинов-железнодорожников уже были установлены два памятных знака. Мемориальная доска в Красном Бару и аллея героев в войсковой части. Планируется, что на территории Смоленщины установят еще несколько памятных знаков, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 4 раза, по вскрытию дверей 4 раза, к ликвидации последствий ДТП с пострадавшими 1 раз. 19 сентября муниципальное образование город Десногорск принимало участие в учении Смоленской АЭС с группой оказания помощи атомным станциям. По результатам проведенного учения все запланированные мероприятия выполнены на оценку Хорошева. Задействованные службы справились с поставленными задачами. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 646 сообщений, из них 278 ложных. Поступило и отработано 11 просьб от населения. МЧС подтвердило запрет курения на балконах. На официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки. Одна из них вводит норму, гласящую, запрещается использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. В МЧС России отметили, что нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и повреждение чужого имущества, наказывается штрафом, который для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября. С целью укрепления связи поколений 25 сентября в детском саду «Лесная сказка» прошла тематическая акция. Подробности в сюжете. В каждой семье, в каждом доме есть свои традиции. Есть они теперь у маленьких и больших жильцов детского сада «Лесная сказка». В рамках доброй акции, приуроченной к 35-летию учреждения, у каждого ребенка появилась возможность оставить незабываемую память о себе и своей семье. Дети вместе со своими родителями, с полным осознанием того, что делают важное и значимое для нашего города дело, все вместе высадили на территории детского сада несколько именных березок. Малыши с большим удовольствием помогали копать ямки, носить песок, придерживать деревца. По словам воспитателей, в процессе посадки деревьев было посеяно что-то еще не менее значимое, нежное, доброе и искреннее. В наш детский сад ходит очень много семей, которые привели третьего-четвертого ребенка, а также есть родители, которые, будучи детьми, посещали наш детский сад, а сейчас привели своих малышей. Поэтому мы решили провести такую акцию «Посади дерево», чтобы в будущем мы помнили о том, какие семьи у нас ходили, какие дети нас посещали. Далее дети и их родители приняли участие в областной эколого-патриотической акции «Лес Победы», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники отправились к администрации Десногорска и на близлежащей территории произвели посадку елей. Как заметили родители, совместный процесс высадки саженцев объединил детей и взрослых. В будущем дети смогут любоваться плодами, в том числе и своего труда. Посадить дерево – это значит оставить о себе память, подарить радость окружающим. «Лесной сказки 35! Вместе мы сила! Ура!» Виталий Волков, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин